Отчего на душе светло и радостно? От весны, конечно. Весна – самое быстрое время года. Каждый день новые события. Послушайте сказку Николая Сладкова «Чья проталина» про сороку, которая весной увидела проталину и решила ни с кем не делиться. Увидела сорока первую проталину. Темное пятнышко на белом снегу. «Моя!» – крикнула. «Моя проталина! Раз я первая ее увидела!» На проталине семена. Жучки-паучки капошатся. Бабочка-лимонница лежит на боку, отогревается. У сороки глаза разбежались. Уж и клюв разинуло. Да откуда ни возьмись, грач. Здрасте! Уже явилась. Зимой по вороньим помойкам шастала, а теперь на мою проталину некрасиво. «Это почему же она твоя?» – застрекотала сорока. «Я первая увидала!» «Ты увидала!» – гаркнул грач. «А я о ней всю зиму мечтал. За тысячу верст к ней торопился. Ради нее теплые страны покинул. Без нее и меня бы тут не было. Где проталины, там и мы, грачи. Моя проталина!» «Что он тут каркает?» – затарахтела сорока. «Всю зиму на юге грелся, нежился, ел, пил, что хотел. А вернулся – проталину ему без очереди подавай. А я всю зиму мерзла, с помойки на свалку металась, вместо воды снег глотала. И вот, чуть живая, слабая, высмотрела, наконец, проталину. Так и ту отнимают. «Ты, грачь, только на вид темный, а сам себе на уме. Кышь с проталины, пока в теме не клюнула!» Прилетел на шум жаворонок. Огляделся, прислушался и защебетал. «Весна, солнце, небо ясное, а вы ссоритесь. И где? На моей проталине. Не омрачайте мне радость встречи с ней. Я жажду песен». Сорока и грачь только крыльями всплеснули. «Почему же она твоя? Наша эта проталина. Мы нашли». Сорока всю зиму ее ждала, все глаза проглядела. А я, может, так торопился с юга к ней, что чуть крылья в пути не вывихнул. «А я родился на ней», — пискнул жаворонок. «Если поискать, так тут еще и скорлупки от яичка, из которого я вылупился, можно найти. Вспомню, бывало зимой на чужбине гнездо родное, и петь неохота. А сейчас песня так и рвется из клюва, даже язык дрожит». Вспрыгнул жаворонок на кочку, глаза прижмурил, горлышко у него задрожало. И полилась песня, как весенний ручеек, зазвенела, забулькала, зажурчала. Сорока и грачь клювы разинули, заслушались. Долго бы, наверное, слушали, разомлев на вешнем солнышке. Додрогнула вдруг под ногами земля, вспучилась бугорком и рассыпалась. И выглянул крот, зашмыгал носом. «Никак прямо в проталину угодил. Так и есть. Земля мягкая, теплая, снега нет и пахнет. Уф, весной, что ли, че пахнет? Весна, что ли, че у вас наверху? «Весна, весна, землерой!» Сварливо закричала сорока. «Тебе-то зачем наша проталина?» Проскрепел жаворонок. Крот принюхался к грачу, к сороке, к жаворонку. Глазами-то он худо видит. Чихнул и говорит. «Ничего мне от вас не надо, и проталина ваша мне не нужна. Вот землю вытолкну из норы и назад, потому что чую, погано у вас. Ссоритесь, чуть не деретесь. Да еще и светло, сухо, воздух свежий. Не то, что у меня в подземелье. Темно, сыро, затхло, благодать. Еще и весна у вас тут какая-то». «Как ты можешь так говорить?» Ужаснулся жаворонок. «Да знаешь ли ты, землерой, что такое весна?» «Хм, не знаю и знать не хочу», — фыркнул Крот. «Не нужна мне никакая весна. У меня под землей круглый год одинаково». «Весной проталины появляются», — мечтательно сказали сорока, жаворонок и грач. «Ха, а на проталинах скандалы начинаются», — снова фыркнул Крот. «А ради чего? Проталина как проталина». «Не скажи», — подскочила сорока. «А семена, а жуки, а ростки зеленые. Всю зиму без витаминов». «Посидеть, походить, размяться», — гаркнул грач. «Носом в теплой земле порыться». «А петь-то как над проталинами хорошо», — взвился жаворонок. «Сколько в поле проталин, столько и жаворонков, и все поют. Нет весной ничего лучше проталины». «А чего тогда спорите?» — не понял Крот. «Жаворонок хочет петь?» — пусть поет. «Грач хочет маршировать?» — пусть марширует. «Правильно», — сказала сорока. «А я пока семенами и жуками займусь». Тут снова начались крики и перебранка. А пока кричали и ссорились, в поле новые проталины появились. Разлетелись птицы по ним весну встречать, Песни петь, в теплой земле порыться, Червячка заморить. «Пора и мне», — Крот сказал. И провалился туда, где ни весны, ни проталин, Ни солнца и ни луны, ни ветра и ни дождя. И где даже спорить не с кем, Где всегда темно и тихо.